Тамара, Василия Германа, Клавдия Федора, Иоанна Александра, Петра Георгия, Иоанна Олега Владимировна. Они боролись за правду. В Троице-Сергиевом храме поминают умерших самарских журналистов. Сегодня в скорбном списке 440 имен. На службе встречаются коллеги, родственники и друзья ушедших от нас журналистов. Литии памяти проводятся в области ежегодно на Радоницу, когда принято не горевать об умерших, а радоваться их переходу в вечную жизнь. Журналистика – это миролюбивая профессия, но, к сожалению, добыча вот этой именно истинной и правильной информации связывается с огромным риском. Часто журналистику называют не профессией, а образом жизни. Даже есть шутка, когда случается беда, пожар или наводнение, нормальный человек бежит прочь, а журналист – в самую гущу событий. Сама профессия окутана ореолом авантюрной романтики, облеплена сотнями мифов и давно заработала себе неоднозначную репутацию. Конкурс на факультет журналистики становится все больше. Сегодняшние студенты грезят. Именно они смогут рассказать миру правду. В поисках правды можно напороться на тех, кто не хочет, не захочет ее открыть. Но наш толк заключается в том, чтобы всеми силами ее открыть людям, показать, как это на самом деле происходит. Маленькая ложь никому не помешает, я думаю, а за большой правдой есть смысл рваться вперед. В лучшем случае такие поиски правды заканчиваются неприятными разговорами и судами в худшем – на кладбище. В истории Самарской области сразу несколько случаев, когда честное выполнение своей работы стоило жизни. Вот если говорить о тех журналистах, которые трагически погибли, то вот здесь 100% они не шли на сговор с собственной совестью. Наверное, поэтому и погибли. С середины 90-х до начала 2000-х Тольятти прославился громкими убийствами журналистов. За 7 лет погибли 6 представителей СМИ. Счет насильственных смертей открыт в 95-м году расстрелом Андрея Уланова. Замыкают печальный список убийства главных редакторов Тольяттинского обозрения – Валерия Иванова и Алексея Сидорова. Убийство вызвали широкий общественный резонанс, но до сих пор ни одно преступление не раскрыто. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.